После таких слов уже можно ничего не петь и уходить сразу, потому что Дима там все рассказал. Ну давайте начнем. Я просто сегодня попробую... Попробую не просто вам спеть какие-то песни, многие из которых вы слышали, наверное, потому что они звучат ряде фильмов. Правда, довольно часто не пишут их автора. Ну и рассказать о своей деятельности, чуть-чуть рассказать об этой огромной планете, об этом феномене русского мира, о миллионах людей, которых трагические события 20 века разбросали по всему миру, но которые все равно делали все, что могли, оставались русскими. Строили храмы, издавали газеты, организовывали русские школы и делали все, чтобы хоть как-то служить своей родине. Это огромная тема. Знаете, был такой казачий поэт Алексей Ачиир, он жил в Харбине, в Китае, в Харбине, как говорили тогда. Там жил около полутора миллионов русских, тех, кто покинули Дальний Восток и территорию бывшей Российской империи после революции и гражданской войны. Вот эта страшная катастрофа, которая выгнала миллионы людей, выбросила за границу. Потом он был арестован, потом он сидел в сталинском лагере, потом он вышел. Вот у него были строки, которые как бы из каждой антологии, поэзии, эмиграции, газетах, журналах, везде их повторяли, писали. Не смела нас кручина, не выгнула, лишь согнула до самой земли. А за то, что нас Родина выгнала, мы по свету ее разнесли. Вот мне вот этой разнесенной Родиной, поисками людей, которые жили за границей, так любили нашу замечательную страну. Невзирая на все, что им пришлось пережить, я их попробую сегодня рассказать. Берег русский, как он близко, здесь мы жили только у Срёма. Новороссийска, отплывает пароход. Гарь сожженная имени, кровью холита земля. Уходящие поколения уезжают сыновья. Кого-то нет, кого-то жар, и чье-то сердце рвется вдаль. Как срывали с нас погоны в том семнадцатом году. Как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял советы. Сгорело в огне гражданской. Брат мой маленький кадет, его здесь нет. А я страдаю всё по нём. Ему привет, ему поклон. На дону смерть снегом сыпала. Шла в орёл и перекоп. Лагеря потом гали-пали. Всё обратно нет дорог. И в Париже, и в Стамбуле нам к берёзам не поспеть. И сбежав в России пули, от тоски погибнем здесь. Кого-то нет, кого-то жар, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьёт очень больно, ведь привидится порой. Мы опять первопрестольный. Мы гуляем по Твероску. Снова живы, брат, родители. Я беспечный, молодой, мне сияет храм спасителя. Улыбается страстной. Кого-то нет, кого-то жар, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет. Спасибо. Спасибо. Вот такая песня. Многие из вас, наверное, видели телесериал, который шёл по каналу Россия, по каналу Культура, который вёл наш знаменитый киноактер и режиссёр Никита Сергеевич Михалков. Он очень любит эту песню, эту тему. Старая Россия, дворянская Россия, эмиграция. Это был большой такой сериал, который... Там было около 40 серий русских во Франции, дочь генерала Деникина. Русские в Тунисе и так далее, и так далее. Это огромная эта тема. Вот. И в конце каждой серии была песня, которую я только что вам исполнил. Которую я написал, написал очень давно. Герой этой песни, белый офицер, который где-то в эмиграции. И у него в голове всё время крутится знаменитый романс, который так любили в России в начале 20 века. Кого-то нет, кого-то жаль. Вот этот романс, конечно, сам припев, он написан не мной, но просто я взял его как бы как рефрен. Ну, вы знаете, интересно, там это российское телевидение, оно даёт 30 секунд на песню. Вот в конце каждой... Представляете, 30 секунд. Ну, там какой-то два куплета. Вот. Крупную букву Михалков, продюсер, Чевчевадзе, водитель, осветитель, механики. И мелко-мелко в самом конце, значит, автор песни. И там под лупой надо смотреть, но всё равно вы не увидите, кто её написал. Поэтому замечательные были вещи. Михалкову даже, помню, пришло письмо. Расскажите, пожалуйста, где похоронен автор этих песен, значит. Люди думали, что я эмигрант какой-то, который там... Он мне говорит, о, замечательно. Давай, говорит, экспедицию сделаем. Поехали. Поехали. В Америку поехали. Не, не нашли. В Париже не нашли. Поедем, значит. Ещё одна песня, которая завершала серию, другой цикл этого фильма, она называется «Сон». Один и тот же снится сон, Он унесёт меня без виз. Парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис. И в этом странном светлом сне Чужую вижу я зарю. И тени храма в карбине И троицу на рю-дарю. Туда не взять в агентстве ту И лишь во сне попасть дано Мне в строй в Луни-Биенку Перед заводами Ренон. Я там услышу разговор «Пардон, месье, Жапар-Лерюс». И я аккордом левино Нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить И как мне заглянуть в глаза Им всё сумевшим пережить Но не вернувшимся назад И ни в Москве, ни на Дону Лишь с верой в звон колоколом Они несли свою страну Среди чужих болей и слог. Один и тот же снится сон Он унесёт меня без виз Парижский пригород Медон Белград и Северный Тунис Спасибо. Чуть-чуть комментарий к этой песне. Северный Тунис, это порт дезерта был в Тунисе, куда в 2020 году ушла русская эскадра Врангеля. Ушла из Крыма в 2020 году. И вот французы, боясь испортить, Тунис принадлежал Франции. Отношения с победившей Советской Россией, они очень ограничивали наших моряков, не выпускали их. Представляете, они жили на кораблях. На кораблях венчались, отпевали, кончали морские кадетские корпуса. И когда приехали представители из Советской России требовать эти корабли, то моряки сказали, что мы привяжемся отцепями, взорвёмся, сожжём себя. Но, конечно, большевикам мы эти корабли не отдадим. А это гордость России, Российского императорского флота. Мы верны старой присяге. Там, кстати, была, вы знаете, история, которая поразительная совершенно. Вот как в лакомусской бумажке трагедию гражданской войны. Было два брата адмирала Беринца. Один из них был командующий Белой армией, Белой эскадрой. Он тоже жил до 50-х годов и похоронен на знаменитом русском погосте возле Парижа, Сен-Женевио-де-Буа. Другой был командующий Красным флотом, у Фрунзе, у Троцкого. Он впоследствии был расстрелян в 1937 году. И он приехал туда, в Тунис, значит, он приехал требовать этих кораблей. И представьте, братья, вот они сидели в двух комнатах за стенкой, и у них не было сил взглянуть друг на друга. Они общались только через Адютан. Но немысли не было вот у них. Один воевал у Красных, стал адмиралом, другой у Белых. И они вот не могли с друг другом увидеться. Еще одна песня из фильма «Русские без России», посвященная кадетам. Вы все знаете, да, кто такие кадеты. Вот, в эмиграции тоже были кадеты. Это, они были во Франции, в Версале. И были русские кадетские корпуса в Сербии, в Королевстве сербов, хорватов и славянцев. Вот, значит, росли там эти мальчики, были такие островки России. Все было, только у Родины у них не было. Песня написана от лица старого эмигранта, который обращается то ли к сыну, то ли к внуку и просит послужить стране, которую он уже никогда не увидит. Какая же будет награда, Когда взор обрадует твой, Решетка у летнего сада И корпус кадетский родной, Где дед твой гвардейский полковник Учил без муштры и без роз Запомни, мой милый, запомни, С дворцовой пойдешь через мост И сердце забьется в Истуме, Когда запоют соловьи, А сам ты окажешься в доме, Где прожили предки твои. Ты свечи поставишь в часовне За тех, перед кем мы в долгу. Запомни, мой милый, запомни, Погос на другом берегу. Я плачу и слез не скрываю, И знаю, есть наша вина, Что кровью умылась святая, Родная до боли страна. Я встречи с ней жду, как паломник, Пускай после судного дня Запомни, мой милый, запомни, Ты ей отслужи за меня. Запомни, мой милый, запомни, Ты ей отслужи за меня. Еще одна песня из фильма. Вы знаете, у нее такая судьба, Она не вошла во многие картины. Даже вот сейчас я вспоминаю. Помните, был сериал, Где Есенин играл без рук, Наш знаменитый актер. Есенин, он же служил в царскосельском госпитале, Где, кстати, об этом до последнего времени мало кто знал, Где во время Первой мировой войны императрица и ее дочери Работали хирургическими сестрами. Вот у нас, ну вот, многие здесь не жили в советское время. Я это все помню, когда мы все время к эпитету Николая II Исключительно говорили к словам, что это кровавый, там он, то есть вот. И знать мы не знали об этом всем. И вот, значит, в этом фильме, там должна была быть сцена, Как Есенин едет из Петрограда в Москву в поезде. И какой-то офицер поет под гитару эту песню, а он ее слушает. И Виталий Сергеевич Безруков, автор сценария, Отец нашего знаменитого актера, Говорит, вот, Витя, давай возьмем твою песню, Но все-таки вот думали-думали не взяли. Потом, помните фильм Михалкова «Солнечный удар», Где, значит, одна часть его посвящена офицерам, Которые ждут своей участи в Крыму, Арестованные на барже, когда их затопили. И я его просил, ну, Никита Сергеевич, ну, пожалуйста, Ну, песня подойдет. Ну, он говорит, ну, понимаешь, она, конечно, хорошая по настроению, Но, говорит, вот по всему. Но все-таки Первая мировая война, говорю, ну, все, откуда все началось-то? Ну, в общем, никак он ее не брал. Потом Владимир Яковлевич Мотыль, у него был последний фильм, Автор вообще гениального этого фильма нашего «Белое солнце в пустыне». Я, конечно, мечтал, чтобы он взял ее в фильм, Но все-таки так ничего и не получилось. Вот, тоже она не вошла. И в конце концов она прозвучала в песне, в фильме, который назывался документальном фильме «Русский экспедиционный корпус. Затерянный во времени». Показали его полвторого ночи, в общем, мало его кто видел. Посвященный русским солдатам и офицерам, которые воевали во Франции в Первой мировой войне. Интересно, что телегруппа, которая снимала, значит, этот фильм, Они приехали к нам на дачу. У меня такой большой пес. Ну, его бабушку любили лайки, такой пушистый. И вот эта вот режиссерша, она меня снимала мало, но в основном снимала собаку. И в конце концов, они так ее и показали. Представляете, песня идет, и собачья морда. И мне говорят, а что собака, почему-то? Я говорю, ну, сняли. Песня называется «Два креста». Я думаю, что за границей, когда выступаешь, надо как-то объяснять, Что это такое. Один нательный крест, другой георгиевский крест, Высшая награда за храбрость в дореволюционной России, И в Белой армии тоже. И был еще березовый крест, который срубали в полях Над могилами погибших товарищей. Налог офицеров времен Первой мировой войны. Не толкай ты без того Меня с позаранку Снится город над него Коней у фонтанки Не буди ты, не буди Хоть на час, да в грезы я Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Помню маму тройки, бал, святки помню, свечи Помню я стихи писал Мир хорош и вечен Сон, постой, не уходи Где тот мальчик розовый Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Насмерть с немцами сойдет Пшей в окопах кормит Штыковые раны грец Муки комом горле Ну за что же, господи Наши годы грозны Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Только ведь конец придет Сатанинским танцем Царь Распутина сошел И побьем германца Вестовой нот Ну а сади И обстают березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Впереди березовый И как безнадежно бледны Наследник императрица Четыре великих княжны Абсолютно гениальные строки Поэта русской эмиграции Георгия Иванова И действительно, вот видишь перед собой Да, уж сколько сейчас К столетии революции говорят И сколько встает судьба Николая Второго И все равно часто слышится Вот этот поток грязи И поток ответственности Который, в общем, поток человека Который такой страшной смертью заплатил За то, что, в общем, не захотел много крови Вы знаете, конечно, в русской эмиграции В русской эмиграции везде Во многих... Я выступал во многих клубах Во многих каких-то, значит В местах таких, в школах русских На больших залах иногда вот таких, как тут Почти везде, конечно, портреты государя В общем, для большей части Это память святая И я никогда не забуду Когда в Австралии, значит В городе Брисбене В церкви Я увидел портрет, икону Значит, в золотом окладе Николай Второй Причем, знаете, он был сделан Какой-то такой с какими-то узкими чертами лица Узкими глазами В каком-то азиатском стиле Она под сейфом стеклом Подключена к сигнализации И золотом выбита надпись Оренбургские казаки Государю-мученику И, понимаете, меня вот вдруг пронзило, да Ну, может, кто-то из этих казаков Читал Жюль Верна И знал, что есть земля Австралии Но кто мог в Оренбурге представить Что их этот сумасшедший вихрь Куда-то заметет за тысячи километров И все равно будут они чтить память своего государя В каком-то 50-м или каком-то году Они вот, значит, сделали эту икону У меня родилась песня Которая называется вот после этого Царь Николай Как далеко занесло от отчизны За перелет птичьих стай Церковь в Австралии В городе Брисбоне Образ там царь Николай Смотрит глаза, чуть раскосые и узкие В солнечных бликах Алтар Золото Вам казаки Оренбургские Отдали честь Государь Век почти минул Как в доме Ипатьевых Огнецев приняли в рай Самых тех дней не сволкают проклятия Царь виноват Николай Он ведь довел всю державу до смуты Выпустил красную гарь Вспомнят Цусиму И вспомнят Распутина Вспомнят кровавый январь Тянутся отроки Шеями птичьими Из-под Уральской земли А голоса жалят Ваше Величество Хоть бы семью сберегли Хор этот не умолкает столетия Громче звучит и мощней Словно забыли за все Как ответил он Жизнью своей До детей Чудятся мне Наши дни торопливые Во времена хищных глаз Может отчасти Сегодня и живы мы Тем, что он просит За нас Как далеко Занесло от отчизны их За перелет птичьих стай Церковь Австралии В городе Брисбоне Образ там Царь Николай Вы знаете Кроме песен Я еще очень много занимаюсь Ну какой-то научной работой Работаю в Москве На Таганке В доме русского зарубежья У меня Александра Солженицына И долгое время Моим главным делом Была публикация Поэтов Стихов Поэтов Русского изгнания Их было очень много Вы знаете Фантастически талантливо Потому что это изгнание Эти люди очень любили Свою страну И с невероятной силой В своих стихах Они ее воспевали Я никогда не забуду В доме Цветаевой Там была первая Открытая библиотека Русской эмиграции Пришла коробка С книгами из Франции И открываю Фамилию Николай Туроверов Мне она ничего не говорит Я читаю Уходили мы из Крыма Среди дыма и огня Я с кормы все время мимо В своего стрелял коня А он плыл изнемогая За высокую волной Все не веря Все не зная Что прощается со мной Сколько раз одной могилы Ожидали мы в бою Конь все плыл Теряя силы Веря в преданность мою Мой денщик стрелял не мимо Покраснела чуть вода Уходящий берег Крыма Я запомнил Навсегда На вылет, да? Правда, гениальные совершенно стихи, да? Я сразу вспомнил этот фильм Служили два товарища Героя Высоцкого Который стреляется на этом корабле Я стал лихорадочно читать дальше Листать дальше и читаю Я знаю, не будет иначе Всему свой черед и пора Не вскрикнет, никто не заплачет Когда постучусь у двора Чужая на выгоне хата Бурьян на опавшем плетне До отблес степного заката Застывший в убогом окне И скажет негромко и сухо Что мне здесь нельзя ночевать В лохмотьях босая старуха Меня не узнавшая мать Вы знаете, я был в таком потрясении И я помню, позвонил Мне кто-то дал телефон Нашему знаменитому поэту Евгению Александровичу Евтушенко В те годы журнал «Огонек» Выходил миллионным тиражом Он там вел рубрику «Русская муза» Забытые, значит, или ранее запрещенные русские поэты Я совершенно к моему изумлению Мобильных тогда не было Он взял трубку сам И стал, значит, сразу у него такой характер тяжелый И стал говорить «То вы такое, что вы звоните?» И я ему выпалил это стихотворение Говорит, читай еще раз Я прочел Говорит, пришли факсы Я говорю, нет у меня факсы, Евгений Александрович Диктуй по знакам Он мне говорит Значит, если ты А потом, говорит, как тебя зовут? Я говорю, Виктор Виктор, если ты за два часа найдешь Хотя бы когда родился этот поэт И когда умер А еще лучше две строчки Где он жил Я тебе обещаю, что завтра Они попадут в «Огонек» На первую полосу И полтора миллиона людей Прочтут это имя Ну, там, слава богу, справочников было много Я прочел, что это был донской казак Который умер в Париже в 1972 году Необыкновенно популярный Среди военной казачьей эмиграции Я ему все это прислал И стихи «Туроверы увидели свет» Вы знаете, я вам очень советую всем Сейчас есть интернет Ткните просто Николай Туроверов И вы окунетесь в совершенно фантастический мир Значит Вот послушайте Вот сейчас, когда мы воссоединились с Крымом А он писал эти стихи Молодой под Есаул в 19-м году Или в 20-м Мы шли в сухой пыльной мгле По раскаленной крымской глине Бахчисарай, как хак в седле Дремал в глубокой котловине И в этот день чуфут кале Сорвав бессмертники сухие Я выцарапал на скале 20-й год Прощай, Россия Представляете, тогда этот поэт писал такие стихи А вот, например, стихотворение, которое в фильме «Казаки» Я помню, значит, Михалков шел по лестнице Но я так Он знал, что я у него работаю Ну, естественно И там свита вокруг него такая большая Я просто буквально всех разогнав Перекрыгнув через перила Предстал перед ним И прочел несколько этих стихотворений И буквально через несколько дней Я уже был во Франции С деньгами на гостиницу С деньгами, чтобы переснять архив И мы сделали большую книгу Николая Николаевича Туроверова Знаете, бывают такие поэты Вот как Высоцкий Твардовский, Есенин Власть может говорить про них что угодно А люди их переписывают от руки Слушают записи Люди продолжают читать Слушают, конечно, и говорят что-то то Что вот в груди у массы людей Вот Туроверов, он умел это высказать Этот донской казак Он обладал совершенно невероятной Образной силой своих стихов Вот, например, стихотворение Которое Михалков в фильме «Казаки» В серии, значит, «Русские без России» Читал над могилой Туроверова На кладбище Сен-Женюев-Дубуа Знаменитый русский погост под Парижем Жизнь не начинается сначала И не надо зря чего-то ждать Ты меня с улыбкой не встречала И в слезах не будешь провожать У тебя свои родные дети У тебя я тоже не один Заблудившийся на этом свете Чей ты дальний, чужеродный сын Вот уже кончается дорога Кончилась во сне и наяву Долго жил у твоего порога И еще, наверное, поживу Лучшие тебе я отдал годы Все тебе доверил не тая Франция – страна моей свободы Мачеха веселая моя Какие эпитеты доходил этот молодой казачок, а? Франция – страна свободы Веселая мачеха А мать была одна – Россия Была удивительная женщина Ирина Ивановна Туроверова В ней соединились крови Мусина Пушкина Ее прапрадед Иван Орлов Чуть не захладил Наполеона на Березине Поразительная была женщина Она всю жизнь жила за границей Она знала наизусть всего Лермонтова Всего Тючева Представляете? Она была вдовой брата Туроверова И вот, я помню, я к ней приезжал в Париже В такой городок Лассел-Сен-Клю Ночь уже я там набегался по Парижу Молодой И мы с ней листаем стихи и письма Туроверова И представляете? А за окном растет каштан И вот на четвертом этаже мы сидим Уже рассвет, стоит солнце И вот, знаете, отблески от красных листьев каштана Вот у меня как будто в руках горят эти письма Я написал песню, посвященную русской миграции И другой удивительной женщины С которой тоже меня свела судьба Марина Антонна Грей Деникина И дочери генерала Деникина Она жила в Версале В таком доме В таком дворе, знаете Три мушкетера выходишь Там Д'Артаньян какой-нибудь сейчас тебе выйдет Старинный 16 века Двор Вот, помню, очень много курила У нее была фраза Когда я спросил Отец вам говорил, почему проиграли гражданскую войну Он сказал Она сказала Он был храбрым солдатом Но плохим дипломатом Вот, к сожалению Многие считают, что если бы генерал Врангель возглавил Белое движение сначала Было бы совсем по-другому У него было Все-таки это были Они были солдаты Моряки Они были верны своему долгу Вот Государственные деятельности Может, это было что-то другое Но, трудно сказать, почему так произошло Итак, песня, посвященная русской миграции Во Франции Я улетаю из Парижа Я улетаю из Парижа Я здесь неделю был всего-то На крыле облака, на ниже Стальной кар аэрофлота Дождь пляшет на прощанье танец И улетает всегда так грустно А рядом улица испанец Не понимающий по-русски Я улетаю из Парижа Из меки русского изгнания Где мне, конечно, было ближе К стране, оставшейся в названии Той золотой многозвонной И до сих пор до слез манящей Той старой, то революционной Придуманной и настоящей Я наслаждался старой речью Конечно, нашей, но другую И в разговорах трубала вечность Своей собственной рукой И я вернусь к любимым ликам Я в это не теряю веры Версаль к Марине Граденикин В сын клюк Рине Туровера Как ну где тянутся каштаны Немыслимым полая цветом Где над архивом я как пьяный Читал забытого поэта Что столько воевал, но выжил В песках Сахары и Херсона Да вышло так, писал в Париже Баян станиц родного Дона Среди крестов и обелисков Цепь Женевьевского предместе Он лег под кроною ветвистой На пантеоне нашей чести Не б задержаться лет на двадцать Могилы навещать святые Но только надо возвращаться Лететь в Россию из России Я улетаю из Парижа Ну, с особым волнением присутствует вашим отец Николай Я хочу спеть песню, посвященную национальному герою Парабая Русскому генералу Ивану Тимофеевичу Беляеву В общем, именно он и привел меня сюда Потому что мы познакомились с Димой в Доме русского зарубежья Я уже о нем слушал По-моему, от волнения я уже даже забыл слова Поэтому я, если собьюсь, вы меня, пожалуйста, извините Ты ее помнишь наизусть? На вас и наизусть Интересно, она правда где-нибудь Ну, нет в этом слова Ну, в общем, я ее не так часто исполняю, понимаете Иван Тимофеевич Беляев, русский генерал Герой Первой мировой, герой Белого дела Он стал национальным героем Парабая Под его руководством там провели дороги Вырубили сельбу Он выиграл под его руководством армию Парабая В пять раз меньше, чем армия соседней Боливии Которая напала на нее и которую тренировали немецкие офицеры Значит, она выиграла эту войну Генерал Беляев именно сумел наладить отношения с индейцами Белой части этой страны И он сам вот готов был просто отдать последнюю рубашку Вы знаете, когда его хоронили, то там индейцы даже, по-моему, не дали его похоронить Да, подняли куда-то на свой вигвам Он герой национального индейского эпоса Это вообще человек совершенно фантастический Вот я хочу спеть песню Правда, я как-то, мне кажется, я могу ее забыть Ну, извините, ладно, если чего Кто бы мне рассказал, что с солдатами Потерявшими, милый, свой край Буду пить терпкий чай, ерба матая Под звездой у реки Барабай И какой жеребий выдал ты, Боже, мне Что пророчеством станет мой сон И что буду вождем краснокожих я Бронзовик их индейских племен Мы были узники времен, но рок пошел валю Кто ж ожидал, что Асуньсион Заменит Петербург И коль в России правит бес И горе день за днем Так уже станет южный крест Пророческим крестом Там, где тропы вскипают москитами Где, там, где в Сельве царит ягуар Собирайтесь ко мне, недобитые Переживши русский пожар И гордиться, друзья, вами вправе Ведь не даром в России сыны Немцев мы на колени поставили На полях боливийской войны Но недоверие с каждым днем Опять сулит беду Все как тогда, как в роковом В семнадцатом году И коль в России правит бес И горе день за днем Так пусть же станет южный крест Пророческим крестом Ах, красив, как цветок арухарья Мой собрат, обернись, посмотри Только все ж не заменит он зарево За Исаакием в зимней зари Петроград, Прогвай, я тебе раскаленному Буду вечно служить в том, клянусь Но сияет мечтой одоленную Моя Родина, светлая Русь Но сияет мечтой одоленную Моя Родина, светлая Русь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте чуть-чуть в современное время Я работаю на Таганке В Доме Русского Зарубежного Солженицына Я кандидат исторических наук Я не хвастаюсь, но я просто как бы рассказываю вам У меня много статей, книг В основном именно они посвящены Вот этой бездонной теме российского изгнания Ну и песни, которые рождаются вот от этой работы От встреч, от поездок Я привожу много архивов, много каких-то книг У нас библиотека, у нас читальный зал У нас только что открыт большой музей Первый государственный в России музей русского зарубежья Его только что посетил наш президент Владимир Владимирович Путин На открытии был, выступил Лавров В общем, кто будет в Москве на Таганке Приглашаю прямо напротив театра Где играл наш гениальный поэт Высоцкий Вы знаете, я вот принадлежу к поколению Которое просто на нем выросло Я знаю, наверное, его песен 300 Бродский о нем сказал, когда он умерший Для русского языка это потеря сравнимая С потерей Пастернака Мне кажется, это было совершенно гениальное явление Давайте вспомним этого великого человека Знаменитая военная песня Высоцкого Кстати, как говорил Михалков Не наша любимая песня нашего президента России Но это мне вот проверить сложно Но песня, по-моему, действительно невероятная просто И посвящена, наверное, любому, может, и фильму И спектаклю, и книге, где идет речь о войне О русском солдате Мне этот бой не забыть непочем Смертью пропитан воздух А от синего склона без шумным дождем Падали звезды А от синего склона без шумным дождем Падали звезды Он покатился Он покатился И я загадал Выйти живым из боя Так свою жизнь Так свою жизнь я поспешно связал С голубой звездою Я уж решил Нам говорили Нам говорили Нужна высота И не жалеть И не жалеть Патроны Вон покатилась Вторая звезда Вон на погоны Вон покатилась Вторая звезда Вон на погоны Звезды Их в небе Как рыба в прудах Хватит на всех с лиховую Но если б не насмерть Ходил бы тогда Дожил героем Если б не насмерть Ходил бы тогда Дожил героем Я бы звезду эту Сыну отдал Просто на память В небе Висит Пропадает Звезда Некуда Падать В небе Висит Пропадает Звезда Некуда Падать Спасибо Ну мы идем к нашей великой дате Великой дате 75-летию 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 победы Я думаю Я думаю Как у всех У кого отец У кого дед Да У всех у нас Кто-то воевал Мой отец Которого нет уже в живых Больше 20 лет Вот он был на Они на самолете Он был механиком И они перевозили груз Через Ленин фронт Партизанам Там забрасывали туда Парашюртистов И то ли в Чехословакии Я не помню То ли в Румынии Значит 8 мая 45-го года Когда уже все знали Что победа Они расстреляли все Патроны в воздух Ну все Палили там Они в воздух По рации Сказали ребят победа И в этот момент С них земли открыли огонь Я не рассказывал Мы бы значит Их подавили в один момент Но патронов кончились Жесткая посадка Он начнулся в госпитале И вот он рассказывал Там раненые Без рук без ног И только одна тема А будет парад Товарищ Сталин Будет проводить Парад победы Или нет Вы знаете Еще не было победы Над Японией Еще такой вот А уже в головах Все это было у людей И когда вот возникла Эта акция Бессмертный полк Я помню откуда-то прилетел У меня даже У меня плакат никакого не было Я просто взял вот Маленькую карточку И пошел Мы все шли И плакали Не стесняясь Своих Слез В общем ничего тут Я думаю объяснять Не надо Скажи хоть слово мне, отец Смотри, а ты опять живу Ты слышишь миллион сердец В такт застучали над Москвой И словно двадцать лет назад Когда твой пульс На век умолк Ты вновь среди своих ребят Тебя ведет бессмертный полк Играет свет рассеян мрак Ты улыбаешься, родной Мне кажется, я слышу шаг Солдат Солдат небесных над толпой Вас не сломил кровавый век Вы знали, что такое долг Да амулет и оберег Спаситель наш бессмертный полк И плещут блики в облаках И марши ангелы трубят Святой Георгий в небесах Вновь принимает свой парад Одной молитвы знаем власть В одном уроке видим долг Он никогда не даст пропасть Спаситель наш бессмертный полк Он никогда не даст пропасть Спаситель наш бессмертный полк И пусть не сходит с глаз слеза На все сегодня хватит сил Над головой, как образа Свеют те, кто не дожил Непостижимое уму С надобие от всех бед и зол И не согнуть нас никому Пока в строю бессмертный полк И не согнуть нас никому Пока в строю бессмертный полк Аплодисменты Спасибо 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 Теперь Теперь знаете Песня Посвященная Русским мальчикам Кадетам Которые учились в кадетских корпусах В Сербии На территории сербов, хорватов и славянцев Это была страна Которая возникла После распада Австро-Венгерской империи И ее король Александр I Игорь Георгиевич Которого потом застрелили Значит Когда он был во Франции Он был очень благодарен Николаю II Он был крестник Николаю II Он вообще благодарен был России, Российской империи За то, что она ценой своей жизни Вот спасла Сербию Спасла сербов И он очень хорошо относился к русским Туда приехали Тысячи бывших офицеров Казаков Они там несли в пограничную службу Там был Сино Русской зарубежной православной церкви И Там Значит Были кадетские корпуса Где учились дети В основном дети Погибших Белых офицеров Вот И Я был там На этом месте Знаете Я вышел в поле Такое подсунуло Вообще как на картинах Шишкина Солнце Сосна где-то вдали Поле этих подсунуков Ну вот как в России Только в России Вот у них не было Я спел песню Я написал песню Посвященную Вот этим русским мальчикам Которые учились В кадетских корпусах И Такая была посол Сербии в России Госпожа Яги Цикурик Она обещала мне орден Святого Савы За эту песню Но так и не дала Ничего Сербия Край Край-то мой Край милосердия Край незапитшихся ран Вот и увидел я Сербию Счастье И горе Сербии Сербии Сербия 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 Первой жизни сохраним В час, когда муки распятия Вынесла наша страна Самой святого объятия Им раскрывала она Корпус, уроки с молитвами Лики спасенных икон Две буквы «К» словно влитых Полом сияния погон Как на плацу в мелом Питере Четко печатали шаг В бело-церковской обители Горелых корпусный стяг В залах портрет государевы Смотрят детские сны Словно и не было зарева Этой проклятой войны Словно по снегу московскому Крепкой родоною зимой Будет так славно и простым Съездить на святых домов Край ты мой, край милосердия Край незапевшихся ран Вот и увидел я серпию Счастье и горе волка Ну и в заключении В заключении Маршрутка Маршрутка Нет, я хотел русской бригады, нет? Ну, где-то прозвай на другой ноте Да? Ну ладно Хорошо Песня называется «Маршрутка» Вот У меня ряд мнений о ней разошлись Некоторые считают, что это веселая песня А некоторые, что это трагическая Один вообще человек заявил мне, что она направлена против политики демографии почему-то Ну, послушайте Я тебя совсем не знаю, да и вижу в первый раз Только сердце замирает от твоих роскошных глаз Синий как незавудки Тут с ума сойдет любовь Ты маршрутки, я маршрутки Едем вместе мы с тобой Ты маршрутки, я маршрутки Едем вместе мы с тобой А вокруг жара такая И народ совсем изныл Молчаливо осуждает мой словесно страстный пыл Полуправду, полушутку Признаюсь тебе в любви Ты маршрутки, я маршрутки Мы с тобой визави Ты маршрутки, я маршрутки Мы с тобой визави Ты выходишь, размышляя Я наглец или дурак И не знаешь, что вступаешь в светлый законный брак Весь сейчас мы вместе сутки Ну а дальше, боже мой С раскаленной той маршрутки Началось у нас с тобой С раскаленной той маршрутки Началось у нас с тобой Годы быстро пролетели Нарожали мы детей То дрались, то песни пели Словом все как у людей Чернослив с куриной грудкой И для внуков взят от гуд Ты маршрутки, я маршрутки Я по-моему, усну Ты маршрутки, я маршрутки Я по-моему, усну Ну вот, в заключении небольшое такое стихотворение Я очень вам советую Я вот говорил о Туроверове Ткните в интернете, посмотрите Иван Елагин Гениальным был поэт русский Умерший в Америке Вот послушайте Мне не знакома горечь ностальгии Мне нравится чужая сторона Из сей давно оставленной России Мне не хватает русского окна Оно мне вспоминается поныне Когда в душе становится темно Окно с большим крестом Посередине вечернее горящее окно Правда здоровья Пусть этот тихий свет нашей культуры Нашей веры Всегда Он всегда и будет помогать нам жить Спасибо огромное Прежде всего Дмитрию За организацию этого вечера Вам, отец Николай Елене Владимировне Да, Елене Владимировне, конечно И всем спасибо большое С вами было очень хорошо До новых встреч Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо